Есть у меня хорошая подруга Оля. Она живет на четвертом этаже обычной пятиэтажки без лифта. Дом чистый и не очень старый, годов 70-х. Как-то раз я засиделась в гостях у Оли, допоздна решила вызвать такси. Машина быстро подъехала. Ее было видно из окна Олиной кухни. Я оделась и перед выходом подруга сказала, ты иди, а я на всякий случай посмотрю, как ты садишься в машину. Я вышла в подъезд, светлый, просторный и достаточно уютный и начала спускаться вниз по лестнице. Спускаюсь себе, спускаюсь и постепенно начинаю понимать, что вроде уже прошло достаточно большое количество пролетов, а выхода все нет и нет. Я в замешательстве остановилась. Ну что за бред? Четвертая этаж идти вниз две минуты. Показалось, наверное. Хотя я ведь даже не пила. Я продолжила спуск. Этажи были похожи друг на друга, как братья-близнецы, и все не кончались. Даже двери у квартиры были абсолютно одинаковы. Да что такое происходит? Я уже практически бежала вниз. Мои шаги гулка отдавались в тишине подъезда. Так, стоп. Я резко остановилась на середине пролета. Надо мыслить логически. Всему есть разумное объяснение. Нужно вернуться в квартиру Коли и сказать, что я, кажется, сошла с ума. Еще есть вариант позвонить в одну из одинаковых дверей. Но очень неловко беспокоить незнакомых людей в два часа ночи. Теперь я побежала наверх. Что за ерунда? Четвертый этаж никак не начинался. Я уже выбилась из сил. И начала задыхаться. А вокруг все тоже. Пустые лестницы и безымянные двери. Я была в отчаянии. Нужно взять себя в руки. Нужно начать считать пролеты, чтобы убедиться, что я не хожу кругами. Нужно в конце концов набраться наглости и позвонить в одной из дверей. Вдруг я почувствовала вибрацию в кармане куртки. Черт, это же мой телефон, а я совсем про него забыла. Незнакомый номер. Девушка, услышала я в трубке недовольный мужской голос. Вы где? Выходить собираетесь? Я вас 15 минут жду. Или я отменяю заказ? Подождите, выкричала я, испытывая дикую радость от того, что могу слышать живой человеческий голос в мертвенной тишине подъезда. Пожалуйста, не отменяйте. Взмолилась я и из последних сил бросилась вниз. «Говорите, говорите со мной!» «Что?» удивился таксист. «С вами всё в порядке, девушка?» И тут, вот чудо, в конце очередного лестничного проёма я наконец-то увидела долгожданную дверь с надписью «Выход». Толкнув её, я буквально вывалилась на улицу. Испуганный таксист стоял возле машины. «Что случилось?» нервно спросил он. «На вас напали?» Я не успела ответить, потому что мой телефон зазвонил снова. «Оля». «Настя, твою мать, ты где была?» Заврала она в трубку. «Я ждала тебя у окна. Ты всё не выходила. Я звонила. Телефон отключён. Я вышла в подъезд. Тебя нету. Где ты шлялась? Я раза три пробежала до всем этажам». Чёрт знает, что это было, но в гости Коли я с тех пор больше не хожу. Редактор субтитров А.Сёмкин